Привет! Сегодня мы начнем с такого вопроса. Что такое жизнь? Ответ, как вы понимаете, сложный, многогранный, и все ответят, как могут. Философы ответят одно, историки другое, химики ответят третье. Но давайте я отвечу это самое третье. Жизнь с точки зрения химии – это система атомов и молекул, стремящаяся к самовоспроизведению с помощью обмена веществ. В биологии такая система атомов и молекул называется клеткой, живой клеткой. Помимо этого, вы помните, да, в биологии изучаются царства, так называемые, живых существ, в которые входят животные, растения, бактерии, грибы и многое другое. Они много чем отличаются, иначе их бы не стали делить на эти самые царства. Но у них есть и кое-что общее. У каждого из них есть как минимум одна живая клетка, в которой в самом центре живет одна молекула, называемая ДНК, благодаря которой все живые существа и называются живыми. Но что такого особенного в этой молекуле? Видимо, в ней какие-то особенные атомы? Или у нее какое-то особенное строение? Давайте подумаем над этим. Если вы помните из прошлого выпуска, то к 19 веку накопилось очень много химических элементов, которые никак не были систематизированы. И на долгом пути проб и ошибок Менделеевым была предложена периодическая система, включающая в себя 118 элементов на данный момент. Из них штук 40, слишком большие и не особо активные, поэтому быстро распадаются. Прибавьте к ним еще 6 инертных газов, которые не стремятся образовать связи с другими атомами. Остается около 80 атомов, участвующих, активно участвующих в создании того мира, который мы с вами ежедневно наблюдаем. Но есть среди них особенный атом, атом углерода. Как вы помните, у атома углерода на внешнем уровне 4 электрона. Это больше, чем у всех остальных атомов из его периода. И поэтому он может образовать больше связи, чем другие атомы из его периода. Однако все атомы в столбце, химики называют столбцы группами, в столбце, в котором находится углерод, все атомы тоже имеют по 4 электрона. Почему же уникальный именно углерод? Помните, что чем ниже мы спускаемся по таблице Менделеева, тем больше вокруг атомного ядра вращается электронов. Каждый ряд создает новый энергетический уровень, отделяющий следующие электроны дальше от ядра. И внешние электроны, участвующие в образовании всех химических связей, все слабее связаны с ядром. Например, внешние электроны углерода отделяются от ядра всего лишь одним энергетическим уровнем. Внешние электроны кремния отделяются от ядра уже двумя энергетическими уровнями электронов. Про олово или свинец и говорить не стоит. Если электроны слишком связаны со своим ядром, они просто отщепляются и улетают искать другое место жительства. У углерода есть еще несколько отличий, выгодно отличающих его от этих элементов. Но это самая важная способность образовать целых четыре связи с помощью электронов, которые довольно еще терпимо связаны с ядром. И эти четыре связи углерод расходует так, как я не смог бы потратить четыре миллиарда. То есть очень увлекательно и очень эффективно. Он может образовать связи практически со всеми 80-70 элементами, о которых мы говорим. Соединения наподобие вот таких, в которых углерод связывается с водородом, кислородом, многими другими атомами, вроде азота и фосфора, называются органическими. Это устаревшее название, потому что раньше люди думали, что органические соединения могут производить только живые организмы. Но сейчас мы знаем, что и сами можем искусственно получать органическую химию. Это и этиловый спирт, и диэтиловый эфир, и тефлон, и резины, и многое другое. Но это все равно называется органикой. Это, однако, не отменяет того, что все вещества, содержащиеся в живой клетке, являются органическими. Около 50 лет назад английские биологи Розалент Франклин, Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон обнаружили, что суть живых существ передает молекула ДНК. ДНК, само собой, органическая. Но раз ДНК органическая, то получается, что она тоже состоит из углерода, водорода, кислорода, азота, фосфора. То есть не содержит в себе никаких уникальных атомов. Значит, дело не в них. Значит, дело в структуре. Молекула ДНК представляет собой двойную спираль. и состоит из миллиардов атомов. Они, конечно, соединяются между собой в какие-то группы, которые могут меняться местами внутри этой молекулы. Причем, так как молекула ДНК очень длинная, то количество комбинаций этих просто бесконечно. Именно поэтому просто не существует людей с одинаковой ДНК. Для меня существование такой молекулы это просто фантастика. Потому что, насколько вообще возможно, что атомы возьмут, начнут собираться в группы атомов, образовать более сложные структуры, спирали, которые между собой будут складываться и образовывать просто все многообразие жизни на нашей планете. Ну, вообще, да, звучит разумно. Это могло бы произойти в процессе бесконечной эволюции. Что и произошло. Но как эта структура достигается? Думаю, вы поняли, что дело в связях между атомами. Насколько же нужно видов связей, чтобы образовать двойную спираль, связанную между собой? Бесконечное число видов связей? Думаю, мы с этим никогда не справимся. Однако, знаете, к какому выводу я пришел за эти шесть выпусков? Природа это бесконечно экономная и бережливая штука. Вы только подумайте. Нет, чтобы создать бесконечное число абсолютно разных атомов. Нет. Она берет три частицы протоны, нейтроны, электроны и создает из них комбинации, которые являют собой эти атомы. Нет, чтобы распихать в хаотичном порядке электроны по атому. Нет. Она ставит их на энергетические уровни, которые очень похожи между собой. Структуры, никакого хаоса. Нет, чтобы дать всем атомам равные возможности образовывать связи. Нет. Она выделяет только углерод и дает ему привилегии по вполне объяснимым причинам. И, я думаю, такая бережливость и предсказуемость природы помогут нам определить, что это за виды связей. Да, природа очень бережливая, поэтому вряд ли она стала бы создавать бесконечное число видов связей. Конечно, вряд ли существует один. Один вид связи не способен создать такую красоту. Но, я думаю, их несколько. и чтобы определить сколько именно и какие нам помогут, я думаю, три правила. Все эти правила мы с вами уже знаем. Первое правило. Электроны притягиваются к ядрам своим и чужим. Второе правило. Электроны образуют пары, то есть одиночные электроны будут притягиваться к другим одиночным электронам. Третье правило. Пары электронов самодостаточное. Поэтому они будут отталкиваться друг от друга. Все. Я думаю, этих трех правил нам вполне хватит, чтобы описать виды связей. Ну, это мы еще посмотрим. Не сегодня, конечно, и не с молекулой ДНК. Начнем с чего-нибудь попроще. Ну, а пока важно, самое важное, что вам стоит знать, это то, что важны не только атомы, из которых состоит молекула, но и структура этой молекулы, связи, как эти атомы связаны друг с другом. Этим мы и займемся в обозримом будущем. А пока что подумайте, почему такую важную роль в органической химии играет именно углерод с четырьмя связями, а, например, не марганец, у которого на внешнем уровне может быть до семи свободных электронов. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok